Предназначение человека. Мне хочется сегодня поговорить о нашем предназначении. Для чего мы живем? Наверное, каждый задавался этим вопросом и спрашивал себя, для чего я живу в этом мире. Наверное, не для того, чтобы только есть, пить, спать, работать и в конце концов умереть. Мы видим, что и в Библии есть определенные моменты, которые говорят нам о том, для чего мы живем. Одна из этих мыслей была сказана уже в книге Иова, 5 главе 7 стихом. Сказал одни из друзей Иова, он сказал, что человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх. Да, на страдания. Когда он видел Иова в его больших страданиях, ты ему, так сказать, так хотелось сказать ему, но мы видим, что только страдания человека не спасают. Многие страдают, и от этих страданий они не делаются лучше. Есть же люди, у которых страдания их и меняют, они приближаются к Богу, они начинают задумываться над смыслом жизни, они меняются в лучшую сторону и так дальше. Но спасает нас только смерть Иисуса Христа, его страдания, а не наши страдания. Наши страдания для того, чтобы, как в этом стихе сказано, чтобы как искры устремлялись в небо, так наша душа устремлялась к Богу и становилась ближе к Нему. Есть люди, которые любят говорить о своих страданиях, любят думать о них, они, так сказать, лижут свои раны, они говорят о том, как им тяжело, как им плохо, как их, так сказать, не любят, как, так сказать, все в их жизни. Но это не меняет их, Это не делает их лучше. Страдания, которые происходят при помощи Духа Господня, оно меняет нас. Например, я знаю эту книгу, мы переводили ее, читали еще, живя в свое время в России. Книга Чарльса Нейлора, в котором он говорит «тайна радостного сердца», так назвал эту книгу. И он после того, как он в строительстве как-то пережил большой несчастный случай, после этого он должен был всю свою жизнь оставшуюся лежать в постели. И он, так сказать, пережив эти страдания, он потом дошел до этого момента, что через страдания он приблизился к Богу и написал замечательную книгу «тайна радостного сердца». Ну что говорит нам Библия еще по поводу нашего предназначения? И здесь интересно прочитать то, что говорит апостол Павел к Ефесянам, 4 главе, с 11 по 14 стихи. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть, здесь говорит апостол Павел, что цель каждого христианина – его христианская зрелость, чтобы он усовершенствовался и рос в христианстве, и, в конце концов, в меру полного возраста Христова. Конечно, это такая, но сильная цель. Мы видим, что есть люди, которые прожили всю жизнь, но они разговаривают как дети. Они-то, кстати, не чувствуют, что в них эту зрелость христианскую, для чего он прожил свою жизнь. Есть люди, которые действительно в течение своей жизни, они меняются. И мы видим здесь, как раз очень интересно, что именно наше предназначение, чтобы мы менялись в нашей жизни, чтобы мы возрастали, чтобы мы приобретали христианскую зрелость, чтобы нас не мог каждый ветер учения гнуть в одну или в другую сторону, чтобы мы могли просто делать то, что Господь от нас хочет. Мы видим, что это весьма важно – выполнять то, что Господь от нас хочет. Как это происходит? Это происходит в нашей ежедневной жизни, когда мы просто живем, когда делаем добрые дела, когда видим наши ошибки, когда просим прощения, когда мы совершенствуемся за счет того, что мы находимся в общении с Богом и живем с Ним день и за дня. Мы видим, что апостол Павел 2 главе к Ефесянам 10 стихом сказал, «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, делая добрые дела, для которых мы созданы, мы возрастаем, мы видим, мы ищем, мы учимся делать то, что Господь от нас хочет, и не делать от себя. То есть, предназначение человека – это характер, приобрести характер Божий, возрастать, возраст Христов, иметь христианскую зрелость. Цель Господа – предназначение нас изменять, чтобы мы могли расти. Как раз пример Пятидесятницы или Троицы очень важен для нас. Мы видим, когда Петр в 2 главе Деяния апостолов говорит свою великую речь, он говорит с такой силой, с такой убежденностью, что мы вдруг не видим того Петра, который был раньше, о котором мы читали в 4-х Евангелиях. Перед нами предстает другой муж веры, муж, который исполнен Духа Святого. Не зря, когда слушатели услышали его и увидели, как все остальные ученики говорили, как они поступали, то они сказали, что нам делать, чтобы спастись. При этом они имели в виду получить тоже силу Духа Святого, стать такими, как Петр. Петр говорит ему, покайтесь, и докрестится каждый из вас, и вы получите дар Святого Духа, то есть покаяться, прощение грехов, принять крещение, заключить с Богом этот союз, и потом вы получите дар Духа Святого. Выполнено вынесение исправления. Это весьма важно, чтобы менялся и характер человека, чтобы менялась его жизнь. Апостол Павел говорит нам еще выше цель. Позже к Римлянам 8 главе 29 стихом он говорит, ибо кого он предузнал, тем предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между братьями. То есть предопределил быть подобными образу сына своего. Когда мы читаем эти слова, мы делаем с очень скромными, маленькими, и нам кажется, что это вот так высоко и настолько невыполнимая задача, тем не менее она стоит, и само то даже, что мы можем возрастать и быть подобными в каких-то качествах, может быть и во многом быть похожим на его сына, чувствовать как он, то это, конечно, очень великая цель. Итак, на сегодня мне хочется просто еще раз эту мысль подчеркнуть. Наше предназначение. Наше предназначение – это христианская зрелость. Чтобы мы не были влекомым всяким ветром мучения, чтобы мы укрепились в Иисусе, выполняли Его воли, радовались, и мы не теряли нашего мира, когда у нас появляется трудность или что-то в жизни, но чтобы мы были в Нем, счастливы, имели радость в самом Иисусе и возрастали к полному возрасту Христа. Говорил Вальдеман Ильг из Церкви Божией города Гальброн.